Здравствуйте, друзья! Вы на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня 1 сентября 2024 года, воскресенье. Местное время 15 часов 50 минут, Киевская и Московская 16 часов 50 минут. Ну, хотел бы поздравить первоклассников, только первоклассников, с началом учебного года, ну и соответствующим образом всех родителей, имеющих детей, значит, с началом учебного года, который, скорее всего, состоится завтра, а не сегодня. Ну, а я, доктор Джордж Горбатов, продолжаю чтение второй части работы петербургского врача-психиатра М.О. Шайкевича под названием «Психопатологический метод в русской литературной критике». Значит, вторая часть этой работы напечатана в том же журнале «Вопросы философии и психологии», книга 74-я, Москва, 1904 год. Итак, продолжаю чтение. Шайкевич, доктор, психопатологический метод в русской литературной критике. Итак, переходя к психиатрам, значит, нет, давайте так, прежде чем я начну чтение, я хочу высказать свои, скажем, свои соображения по поводу вот этой фотографической диагностики. Хочу вот отметить, что профессор Чиж чем хорош, по крайней мере, в области фотографии, ну, вот, скажем так, обширнейшая его работа, чем, значит, болезнь Николая Васильевича Гоголя. Сказал же могу сказать, он дает колоссальнейший материал, фактический материал. Собственно говоря, все то, что мы, врачи-психиатры, пытаемся и должны получить во время беседы или проведения диагностики живыми пациентами. То же самое, то же самое касается и фотографии. Чем меньше у нас данных о жизни, об особенностях жизни, того или другого автора, ну, скажем так, Гоголя, Пушкина, да, Лермонтова и пошло-поехало и туда, и сюда, и тогда. Любого значительного лица, известного исторической личности, значит, у которого возникает наличие, у которого возникает подозрение о наличии той или иной, значит, душевного какого-то отклонения в области душевного здоровья. Так вот, чем больше мы имеем данных, не фейковых, а настоящих, фактических данных, тем проще нам поставить диагноз в плане фотографии. Ну, вот скажем так, вот это колоссальнейшая работа Чижа, колоссальнейшая работа Чижа, чем, значит, болезнь Николая Васильевича Гоголя. Я вам сразу же хочу сказать, я очень уважаю профессора Чижа, но сталкиваясь вот тут, я могу сказать следующее, что, значит, в этой работе профессором Владимиром Федоровичем Чижом дан обширнейший фактический материал, который позволяет правильно интерпретировать вопрос о том, чем страдал Гоголь, или вообще страдал ли он каким-то душевным расстройством. Колоссальнейший фактический материал. Другое дело, что с моей точки зрения, с моей личной точки зрения, значит, профессор Чижа, ну, он неправильно интерпретировал. Это с моей точки зрения, прошу прощения, что я простой врач, вот, значит, пытаюсь как-то не согласиться с мнением, скажем так, профессора, реномированного такого специалиста, ну, мне кажется, что вот дав обширнейший материал, а вот трактовку, трактовку этого материала, вот, интерпретации этого материала в диагностическом плане, мне кажется, что профессор Чиж сделал неправильно. У меня свое мнение, чем страдал, скажем, писатель Николай Васильевич Гоголь. Я его высказал в прошлый раз, повторю сейчас, с моей точки зрения, скорее всего, вот, Гоголь страдал, естественно, то, что сейчас называется расстройством личности, а если конкретно говорить, то с преимущественными проявлениями нарциссического расстройства личности. Это мания величия, только не мания в виде, в плане паранойи, а, скажем, ну, вот такое самомнение. Все остальные, это, как он сказал, существующие или проживающие, и так далее, и так далее. Вот, это первое. Вот, дальше, значит, планов громадил, планов громадил, значит, все-таки, как, значит, нам сообщает, значит, профессор Чиж, что, в общем-то, он учился плохо, не любил учиться, исходя из этого материала, то есть, что он был малообразованным человеком, он гениальным, как писатель, значит, очень наблюдательным. Кстати, и Чиж очень наблюдательный, очень наблюдательный, хочу отметить, хочу отметить, очень наблюдательный, вот, но малообразованным. И вдруг он претендует на кафедру в Киевском университете, значит, заявляет о том, что он напишет многотонную историю Малороссии, потом он, значит, сообщает, что он напишет или заявляет 8-9 тонную историю средних веков, он претендует при наличии такой малообразованности на кафедру, и получает эту кафедру в Санкт-Петербургском университете, опять данные профессора Чижа, но не состоялся ни как ректор, ни как профессор, ни как преподаватель, и был уволен, причем уволен, вот, по приказу министра, министра просвещения, графа Уварова. Это типично для нарциссов, планов громадье и полная, скажем, их фиаско в их осуществлении. Дальше, значит, эгоизм, эгоизм, я, все, все остальные это существующие или проживающие, я уже забыл, ну, точно, как он, скажем так, обозначал. Следующий типичный признак нарцизма – это использование, беззастенчивое использование, скажем так, всех, кого только можно, своих личных целей. Вы посмотрите, кого он только не использовал. И Аксакова, и Жуковского, и Иванова, и двух, скажем, представителей высшего света, Вьегорскую и Смирнову, и своего друга детства, скажем так, этого, забыл его фамилию, скажем, с кем он учился, понимаете? Значит, и издателей, и, скажем, поэтов и так далее, и так далее. И никому он не питал никакого пиетета, никакого уважения. Значит, им двигало только одно – использовать, использовать, использовать. Второе – никакой критики он не воспринимал, тот, кто не соглашался с его, значит, мнением о том, что вот он великий, что он и швец, и жнец, и на трубе, и на дуде, и грец. Значит, с тем он немедленно прекращал, значит, отношения. Критика Белинского – все, он с Белинским не встречался. Ливандовский, нет, не Ливандовский. Ну, вот, скажем так, его этот вот вылетело из башки, значит, в котором он учился в Нежине. Значит, он же его проигнорировал, тот, находясь в Киеве, собрал своих, ну, скажем так, друзей, чтобы, ну, скажем так, похвалиться, похвастаться тем, что вот он дружен с Гоголем, а Гогол отказал ему в такой малости, в такой малости. Почему? Потому что он ему не нужен был. Эгоизм, эгоизм, понимаете, страшный эгоизм. И так далее. Значит, вот это все, вот это все, да, значит, отсутствие действительно какой-то любви к человеку, к людям, к окружающим, вот использовал и выбрасывает, как выжатый лимон. Он, это все, это все симптомы нарцизма. Но, к сожалению, значит, об этом заболевании, значит, все времена, когда профессор Чиж писал свою эту колоссальную фундаментальную работу, никто не знал. Вот, поэтому, конечно, интерпретация Чижа о том, что там паранойя, значит, паранойя, вот даже Шайкевич пишет, что, значит, первичное сумасшествие не было, ни паранойи не было первичного сумасшествия. Значит, соглашусь, 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 значит, что это все-таки, все-таки поведенческое, характерологическое, личностное расстройство. Соглашусь следующее, что, конечно, конечно, тут я с Чижим согласен, что раннее увядание, раннее старое, причем патологическое старое, с падением художественного потенциала действительно наступило. И смерть раннее, в 43 года, в 43 года Гоголь скончался, а где-то уже в 39, там, 40 лет, понимаете, он как художник, как автор, как писатель, скажем так, ну, уже никакого сравнения с тем, каким он был в молодости. Это тоже, это я с этим согласен. Раннее увядание, раннее старость, раннее отрехление, физическое отрехление, значит, интеллектуальное отрехление. Значит, очень, конечно, тревожная личность. Он боялся, что он грешник, значит, все-таки понимал, что не совсем правильно поступал с людьми, близкими и преданными ему. И боялся, что попадет в ад. Отсюда и, скажем так, надежда на то, что вот путем молитвы, он всех, он всем поручал молиться за себя. И матери, и сестрам, и знакомым, значит, Смирновой, да, в Ергольской, и так далее. Он всех, скажем так, нагружал, поручал, вот молитесь за меня, молитесь. Он даже съездил в Палестину, в гробу Господню. Но на самом деле религиозным он не был. Значит, им преследовала одна только цель, или преследовалась одна цель, это замолить грехи и не попасть в ад. Потому что он верил в ад, в рай и так далее, и так далее. Но на рай он не рассчитывал, а на ад рассчитывал. Значит, старое, значит, единственное, что еще, и я не могу объяснить, потому что материала фактического нет. Это что, значит, с ним было в сексуальной, вот в сексуальной, значит, Чиш, профессор Чиш пишет о сексуальной недостаточности. Что это за недостаточность? Евнухаидизм. При наличии мошонки, да? Потому что евнухи, это мошонка удаляется, это настоящие евнухи в гареме, падишаха, падишаха, вот, султана турецкого и так далее, и так далее, и тому подобное. Значит, что это такое? Я, значит, попытался этот симптом всунуть в шизоидею. Почему? Потому что при шизоидном расстройстве, шизоидном личностном расстройстве, там интерес к сексуальности очень и очень низкий. Ну, вот так вот. Поэтому, я опять повторяю, для того, чтобы проводить фотографию, значит, даже нынешнюю фотографию, судить, там, значит, о том, вот, здоров или болен тот или иной политический деятельный, и так далее, и так далее. Для этого нужно, как и в реальной практической психиатрической работе, материал, факты, анамнез. Если его нет, то и нечего проводить фотографию. Значит, на первое место это все-таки биография, знание биографических фактов, значит, из анализируемой личности. Второе, на втором месте, менее значительное, с моей точки зрения, это все-таки, скажем так, трактовка о том, был ли, значит, болен и чем, если был болен, страдал автор. Это на основании анализа его героев. Но это, это уже такая очень и очень скользкая дорожка. Почему? Потому что тут и художественный вымысел может быть, вы понимаете, тут сложно. А вот данные биографии, данные биографии, это, конечно, это, конечно, основа основ диагностики. Так же, как и данные, я скажу, только когда мы беседуем с пациентом, мы называем это анамнез, а не биографию. Ну, а тут мы называем так биографию, можно назвать и анамнезом. Ну, вот такое маленькое, скажем так, предисловие. Ну, а теперь я продолжаю зачитывать вторую часть работы Санкт-Петербургского врача-психиатра М.О. Шайкевича «Психопатологический метод русской литературной критики». И так, переходя к психиатрам, начнем со статьи профессора Сикорского о красном цветке Гаршина. Автор отмечает поразительную верность изображения маниакального состояния с одновременным существованием, хотя и на короткое время нормального сознания, своеобразных причудливых и неожиданных ассоциаций, повышенной чувственной и двигательной реакции, бешенства движений. Ну, это и типично для мании. О том же говорит и доктор Баженов. В первой части зачитано. Но тот и другой коснулись только вскользь самого главного. По Михайловскому это критик, и этому умершему критике его памяти посвящена эта работа доктора Шайкевича. По Михайловскому, как было указано, аллегория этого рассказа заключается в том, что Гаршин опять покусился на великое и вместе с тем облег его в безумную мечту. Но это по словам критика Михайловского, далекого от психиатрии. Если действительно в этом заключается суть рассказа, естественно, было ожидать от психиатров указания правильности изображения этой безумной мечты и, следовательно, применимости самой фабулы. Тем не менее, оба уважаемые ученые, речь идет о Сикорском и Баженове, я бы сказал, ограничились только половиной разбора и почти не обратили внимания на состояние нравственной сферы у больного. Правда, профессор Сикорский оговаривается о сохранении нравственного склада личности даже в болезни. А доктор Баженов по другому поводу говорит об отражении в этом рассказе любящей и страдающей души самого Гаршина. Ну, я не знаю, зачем это, любящая или нелюбящая. Нам надо поставить диагноз, чем болел Гаршин и вообще болел ли он. Вот и все. Поэтому нам нужна биография Гаршина, биография. Чем больше деталей этой биографии, тем проще нам будет поставить, а не вот эти нравственные или ненравственные и так далее. Но этого, я думаю, мало. Ведь некоторые психиатры, и особенно профессор Чиж, ссылка профессор Чиж о нравственности душевно больных, эту работу Чижа я зачитал. «Слушайте, говорят о понижении нравственного чувства у душевно больных. Мы можем считать нравственную сферу у человека нормальной, когда она выражается в гармоническом сочетании всех трех душевных элементов ума, чувства и воли, принадлежащей интенсивности. Действительно, нельзя не согласиться с профессором Чижом, что у большинства душевно больных понижена самая основная часть нравственной сферы, а именно чувства. Ну, больные, душевно больные – это эгоисты. Их интересует только одно – что со мной. Я помню резкий пример из своей практики одной больной, выздоравливавшей после острого первичного сумасшествия, шизофрения, у которой с необычайной силой, бестолковой, нецелесообразно проявилась забота об окружающих ее больных, и особенно об одном ребенке. Она буквально замучила этого ребенка своими заботами и ухаживаниями. Но во всем ее поведении не было и следа того непосредственного чувства сострадания и любви, которое руководит нормальными людьми в их альтруистических стремлениях. Так вот, у больных, у больных вот этого нет. Вот там не видно, вообще не видно, ни на грош чувства сострадания и любви к окружающим людям. Поступки этой пациентки, это я уже Шайкевича дальше читаю, поступки ее носили от печаток умственности. Умственности, без эмоциональности, было только выражением ее альтруистических, бредовых идей почти бесчувственной, эмоциональной. Чувства и эмоции – это одно и то же. Бесчувственные краски. И в нашей новейшей художественной литературе мы видели попытку представить подъем альтруистического настроения в начале развития психоза. Попытку эту сделал господин Потапенко в своей повести «Светлый луч». Потапенко «Светлый луч» напечатано в русском богатстве за 1898 год. У героя этой повести, доктора Барвинского, альтруистические стремления также только умственные. Нечто среднее между бредовыми действиями и импульсивными влечениями. И поэтому трудно согласиться с окружающими Барвинского людьми и самим автором, что героя можно назвать «светлым лучом». Он может быть и луч, и светлый, но про него можно сказать больше, чем про кого-нибудь, что он светит, да не греет. Отсутствует вот эта эмоциональная эмпатия, чувство эмпатии. Если всмотреться в альтруистический порыв больного в красном цветке, то и у него я не вижу ни гармонического сочетания всех элементов нравственной сферы, ни особенной деятельной интенсивности, о гармоническом сочетании, маниакальном возбуждении говорить вообще не приходится. Но самый порыв не свидетельствует ли о напряженности чувства и воли вопрос. Я отказываюсь, расчлени, насколько этот порыв является следствием самостоятельного первичного повышения нравственного чувства и влечения, и насколько он зависит от общего маниакального состояния. Одновременно с этим перед нами вырисовываются бредовые идеи альтруистического содержания, которые ассоциировались совершенно случайно. К сожалению, я не читал этой работы Гаршина. Понятно, идеи в силу своей случайности чувства и влечения в силу своего, я сказал бы, близко или грубо органического происхождения не должны, казалось, особенно цениться. Но скажут, ведь тот факт, что под влиянием маниакального возбуждения на поверхность больного сознания всплыли альтруистические идеи и чувствования, свидетельствует она личности в глубине души больного этих чувств. Ведь личность проявляется и в болезни, наконец, и наши здоровые нравственные влечения тоже грубо органического происхождения. На последнее я возражу, что нельзя смешивать генетический и непосредственно психологический разбор. Что же касается первого, то мне кажется, только когда нравственные стремления возвышены, когда они непосредственны и первично, то есть с духовны, без грубого, заметного влияния тела. Большинство же острых психозов, органического или вернее токсического происхождения, а потому форма безумной мечты, в которой заключил Гаршин свою аллегорию, хотя и возможно, и верна действительности, но тем не менее мало ценна, и потому, я полагаю, и аллегория вышла не без ущерба. Доктор Владимирский написал статью о записках сумасшедшего Гоголя, ссылка А.В. Владимирский, мысли психиатра по поводу записок сумасшедшего Николая Васильевича Гоголя, Вопросы нервно-психической медицины, январь-март, выпуск за 1903 год. Он соглашается с другими, что со специальной психиатрической точки зрения вторая часть записок не выдерживает критики, тогда как первая до момента, когда Поприщин стал считать себя Фердинандом V Минспанским превосходно. По мнению доктора Владимирского, Гоголь в лице Поприщина хотел изобразить не какой-нибудь тип душевного расстройства, а наиболее общие черты, присущие вообще душевному заболеванию. Ну, скажем так, судить по образу Поприщина о том, чем страдал или вообще страдал ли душевным заболеванием Гоголь, маловероятно. А вот тот материал, который предоставил в письма, в описаниях, в, скажем так, рассказах, воспоминаниях, скажем так, этих современников Гоголя, вот это и есть, скажем, фактический материал. А судить по образу Поприщина о здоровье или нездоровье душевном Гоголя маловероятно. Заслуга доктора Владимирского, по-моему, состоит в том, что он пытался связать общую идею Гоголя с его экскурсией в область психопатологии. Особенно много писал на литературные темы профессор Чиж, которому бесспорно принадлежит заслуга первого психиатра в России, давшего солидную работу в этом направлении и взглянувшего на подобные труды как на вполне серьезную и важную задачу. Его первый труд Достоевский как психопатолог вскоре приобрела большую популярность и обратила на себя внимание как специалистов, так и большой публики. Цитата. Для большого удобства в изложении главным образом буду смотреть на Достоевского не как на романиста, а как на непосредственного описателя действительности. Следовательно, его описание болезненных явлений для меня будут как бы протоколами им виденного. Мне таким образом будет необходимо только указать, как много патологических состояний наблюдал Достоевский. Насколько верно и полно он описал виденное и правильно ли объяснил его. Только по мере надобности я буду указывать на влияние тех условий, в которых Достоевский находился как романист, а также на группировку и освещение интересующего материала. Конец цитаты. И в дальнейшем профессор Чиж как бы иллюстрирует действующими лицами из романов и рассказов Достоевского все учения о душевных болезнях, их причинах, клиническую картину, те или другие душевные уклонения, бред, галлюцинации и тому подобное. Слово, книжку эту можно назвать краткий и общепонятный курс психиатрии в иллюстрации их произведений Достоевского. Здесь больше, чем уместно, вспомни об условном и типичном изображении действительности, о котором говорилось раньше по поводу замечания доктора Григория Ивановича Рассалима. Применять протокольную, так сказать, точку зрения, как это делает профессор Чиж и только, цитата, по мере надобности указывать на условия, конец цитаты, вряд ли целесообразно. Кроме того, профессор Чиж в своей работе стоял только на страже интересов психиатрической науки, забывая, что он имел дело только с литературными типами. Замечание принято. Замечание принято. Это литературный тип, понимаете, это не больной. Это художественный, это плод художественного, скажем так, описания автора. Достоевского, да? Ну, если говорить, скажем так, о работах Достоевского. Там, возможно, и отсутствуют научные, психиатрические, скажем так, данные. Кроме того, профессор Чиж в своей работе стоял только на страже интересов психиатрической науки, забывая, что он имеет дело только с литературными типами. Понимаете? Поэтому основываться на литературных типах – это, в общем-то, такое очень-очень скользкая вещь. Очень скользкая. А основываться на биографии, анамнезе – это уже, конечно, более такая твердая, значит, фундаментальная основа. Понимаете? Почему то же самое мы делаем, когда мы у постели больного собираем анамнез. Правда, Достоевский – редкий писатель, задававшийся, по-видимому, в значительной степени психологическими и психопатологическими вопросами так, что и один психиатрический разбор его произведений за раз как бы разрешает две задачи – психиатрическую и литературную. Ну и при разрешении первой профессор Чижо многое остается невыясненным. И самое разрешение, я сказал бы, слишком схематично, элементарно и чрезмерно клиническое. Ну почему бы психиатрическое, значит, литературное, разрешает задачи литературные – это не дело психиатра, это дело литературного критика. А вот психиатрическая сторона произведения или автора произведений – это задача психиатра, это мое мнение. Автор считает нужным сказать нам, что Достоевский прекрасно изобразил, как окружающие относятся к душам на больным, пространно повествует о задачах психиатрической экспертизы. Они пытаются, например, разрешить такие важные вопросы, как отношение наслаждения и страдания, любви и мучительства, чему так охотно предавались особенно женские типы Достоевского. Не находим мы объяснений тому, что Достоевский разумеет по словам «карамазовщина», если под ним отчасти разумеет врожденную всем Карамазовым свойственную основную черту, повышенную болезненную страстность, переходящую при известных условиях в разврат и цинизм, Федор Павлович, вероятно, Смердяков, то объяснение психиатра здесь более чем необходимо. Не обратил внимания также профессор Чиж, почему Достоевский князя Мышкина назвал идиотом, тогда как он иной раз просто поражает всех окружающих своим как бы ясновидением, умением читать в сердцах и так прекрасно отгадывать и распутывать самые сложные и затруднительные положения, в которые так любят ставить своих героев Достоевских. Ведь у Мышкина есть нечто, если и не идиотское, то во всяком случае недостаточное, как в характере, так и в умственных способностях, что дает право причислить ее к недоразвитым, а наряду с этим удивительная проницательность и прозорливость восклицательный знак. Профессор Чиж не указал, на что так тонко обратил внимание Достоевский, что у дегенерантов может одновременно сочетаться относительно умственные недостаточные, особенно утрата чувства реального, это данные Пьера Жанне с повышенной художественной интуитивностью и склонностью к душевному анализу, к проникновению душевному. Об этом упоминает в своей новейшей монографии Пьер Жанне «Сближая психостеников с эпилептиками». Это работа, да, Пьера Жанне. Мышкин эпилептик. Наконец, профессор Чиж, если исключить отчасти Раскольникова и Ивана Карамазова, мало останавливается на том, правильно ли Достоевский разрешает поставленные себе нравственные задачи, пользуясь психопатологическими условиями. И происходит это, по-моему, от того, что профессор Чиж сделал не совсем правильное отвлечение, смотря на Достоевского не как на романиста, а как на изобразителя действительности, имея в виду исключительно интересы психиатрии, а не литературно-психиатрической критики. Требования же последние не совпадают с клиническим разбором. Ну, и опять повторяю, не дело, не задача, не профессионалов, а врачей-психиатров давать литературный разбор. Литературный. Врач-психиатр должен дать психиатрический клинический разбор героя произведения или самого автора, именно только психиатрический, не касаясь, не касая художественной стороны дела. Требования же последние не совпадают с клиническим разбором того же метода держался профессор Чиж и в другой работе Тургенев как психопатолог. Я зачитал эту работу Чижа. Он как бы проверяет, правильно ли воспроизводит Тургенев болезненные стороны души, комментируя замечаниями из психиатрической теории и практики. Больных людей Тургенев описал в рассказах «Отчаянный» Кляром Милич, рассказ отца Алексея и песнь торжествующей любви. Психиатрический разбор профессора Чижа, конечно, как всегда интересен, но кое с чем трудно согласиться, в особенности с характеристикой Клары Милич. Профессор Чиж говорит про нее, цитата, «Такое резкое отступление от национального типа есть уже вырождение». Но ведь она и не была чисто русского происхождения, причем же здесь вырождение, это уже Шайкевич пишет. Далее, на странице 723 в ней не было женственности. Ее поступок с женихом дает право предположить о значительном извращении ее полового чувства. Она хотела взять того, кого она полюбит. Тургенев, как истинный художник, лишь целомудренно намекает на аномалию половой жизни Клары. Захер Мазах, это писатель, который описал мазохизм, по имени которого и названо это сексуальное извращение, сделал бы из Клары героиню своего романа, нашел бы и героя, которому доставляло бы большое наслаждение получать пощечины и быть взятым женщиной. Ну это же, так это же, не скажем так, это же художественный образ, это же воображение, это же фантазия. Мне кажется, все это рассуждение сильно грешит против истинных. Клара просто эксцентричная, невропатическая натура, отважная девушка, которая могла любить и подчиняться кому-либо необыкновенному и сильному, прежде всего сильному. Такие натуры могут быть или взятыми, или сами желают взять, но не в том смысле, какой видит профессор Чиж. И извращение здесь ни при чем. Оно, кроме того, совершенно не мирится с теми поэтическим обликом, который предал Кларе Тургенев. Он, как истинный и целомудренный художник, почувствовал бы в созданном им лице извращение и не опоэтизировал бы его поступок с немилым, навязанным женихом, эксцентричный, дикий, но на извращение полового чувства мало намекает. Верный своему, по-моему, одностороннему методу профессор Чиж почти не касается того, как объяснить основную идею рассказа, исходя из той психопатологической формы, в которую облег ее писатель. Ведь не на психиатрические же темы писал Тургенев, восклицательный знак. И только в одном месте автор дает объяснение биографического характера или анамнестического. Цитата. Искал могучий, не знающий препятствий любви и, конечно, не мог ее найти у обыкновенных, то есть нормальных людей. Ну, это уже допущение, скажем такое, волюнтаристское, доказать его никто не может. Я же вам говорил, что с моей точки зрения в оценке, в описании Чиж мастер, мастер высшего класса, в описании. А в авторактовке, с моей точки зрения, он часто ошибается или преувеличивает, или натягивает, притягивает за уши и так далее, и так далее. И далее, ненормальные. Вы рождающиеся невропаты пробивают для нормальной массы новые пути, потому что обладают таинственными, непонятными нам силами, и необычайное, волшебное, таинственное нужно искать в них, а не у нас. Страница 776. Прежде всего, нельзя не отметить несколько противоречивой характеристики психопатов, сделанной профессором Чижом в этих цитатах и раньше, когда он говорил хотя бы о Гоголе и в других местах. С одной стороны, психопаты, чрезмерные эгоисты, любят только самих себя, Гоголя, Заров, Клара, не верят в собственные теории, не имеют последователей, остаются одинокими, Раскольников, Иван Карамазов. С другой, они могут любить любовью более сильной, чем смерть, пробивая для нормальной массы новые пути. И, наконец, несмотря на значительную долю правды, высказанную в этих последних выписках как о ненормальных людях, так и о Тургении, все же нам не показана связь основного мотива этих рассказов с их болезненно-мистическим содержанием. Мне представляется возможным такое предположение. Это поздние произведения Тургенева в то время как раз особенно привлекли внимание образованного мира, явления гипнотизма и вообще бессознательной и подсознательной душевной жизни. С другой стороны, конечно, не без связи с предыдущим, одновременно с реакцией в общественных взглядах стала замечаться реакция и против научно-позитивного идеализма, давая место метафизическому, мистическому направлению. Тургенев, как человек и художник, чуткий, высокообразованный и всегда, если не склонный к мистическому, то несколько меланхолически настроенный, с грустной улыбкой, на прекрасном лице невольно поддался, если не ужасу, то удивлению, недоумению, перед тайнами и бездной нашей и без и подсознательной жизни, как бы мало веря в спасение науки. Но это волентуризм. Он приписывает Тургеневу то, чего, возможно, и не было. Конечно, возраст и неудачно сложившаяся личная жизнь сыграли в данном случае немалую роль. Вот это объективный, если уже трактовать Тургенева, да, возраст и неудачная личная жизнь. И вот факты. Те факты, на которые мы обращаем внимание у постели больного в момент проведения диагностики. Отсюда понятно, что Тургенев вольно или невольно обратился к больным людям. Почему, понятно. Колеблющееся настроение Тургенева особенно сказалось его стихотворению в прозе. Таким образом, основной характер этих произведений Тургенева имеет более глубокие причины и объясняется некоторым душевно-философским скептицизмом, а не только тем, что старый больной поэт искал могучей, не знающей препятствий любви. И то, и то – это волюнтаризм. Это все предположения авторов. Значит, первое – это, скажем так, Шайкевич, а второе – Чижа. Еще профессор Чиж подверг работу с психиатрической точки зрения Плюшкина. Плюшкин, говорит автор, вовсе не в скряге, а тип старческого слабоумия, и потому только психиатр может объяснить вторую главу «Мертвый душ». В первом своем ответе доктору Каплану, разбиравшему его статью профессор Чиж, высказывает мысли глубоко истинные, но противоречащие основному положению, приводимому им первой статье, что Плюшкин не тип скряги, а тип старческого слабоумия. Вот эти интересные по существу и методологическом отношении слова. Цитата «Гоголь, как великий художник, с величайшей правдивостью нарисовал нам тип скряги, как великий художник, показал нам, как бессмысленно, нелепо и гадка скупость сама по себе, то есть, если она не является средством для более возвышенной цели. «Правдиво изобразить скупость, чем это сделал Гоголь, нельзя. Гоголь с его универсальным проникновением в человеческую душу не мог изобразить здорового скупца, копящего богатства без всякой цели». Страница «887». Что же Гоголь хотел нам дать? Это уже Шайкевич спрашивает. Тип скряги или тип старческого слабоумия? Я не знаю, понимаете, толковать, что хотел Гоголь дать. Это надо было у Гоголя спросить. Что же Гоголь хотел нам дать? Тип скряги или тип старческого слабоумия? А как Гоголь мог хотеть? Тип скряги или тип старческого слабоумия? Ну, тип скряги, ладно, это бытовая, бытовуха, да, а вот тип старческого, для этого надо быть специалистом. Конечно, как сатирик Гоголь прежде всего имел в виду скупость, доведенную до скряжничества, гнезящуюся в душе уже слабоумного старика. А потому второе объяснение профессора Чижа, несомненно, более истинно. Как всякий высокохудожественный тип, он имеет более общее значение, отличается многостороннесть, и поэтому преследуя главную цель изображения скряжничества, одного из гнуснейших пороков, одновременно указывает, как на психологическую сторону этого явления, или, вернее, в данном случае психопатологическую, предъявляя нам образ слабоумного старика, хотя и на общественно, бытовую, рисуя нам Плюшкина как помещика времен разложения крепостного хозяйства. Последняя страна, по-моему, в данном случае имеет меньшее и временное значение. Плюшкин слишком общечеловечен, и потому я полагаю, не правы, не доктора Юрия Португалов, видящий в Плюшкине... Кстати, статью Юрия Португалова я зачитал, видящий... Юлия, не Юрия, а Юлия... Видящий в Плюшкине по преимущественному представителя отживающего натурального хозяйства, не доктор Каплан, приписывающий Гоголю желание изобразить в лице Плюшкина нормальную старую. Трудно не видеть в Плюшкине признаков слабоумия. Восклицательный знак. Видите, Шайкевич поддерживает мнение, скажем так, Чижа. Хотя мнение Чижа неоднозначно. Не профессор Чиф в своем первом толковании Плюшкина. Да правда же, по-моему, профессор Чиф, но только во втором своем объяснении, которое я привел выше, конечно, я понимаю, поясняет дальше профессор Чиф, что сам по себе вопрос, был ли Плюшкин здоров или болен, не имеет большого значения. Конечно, не имеет. Потому что это литературный образ. Спор по этому поводу не заслуживал бы внимания, если бы вместе с этим вопросом не были затронуты столь серьезные вопросы, как вопрос о нормальной и патологической старости, вопрос о генезисе скупости. Конец цитаты. Неправильное или вернее одностороннее толкование Плюшкина произошло от методологической ошибки не обращать внимания или недостаточно представлять себе основную задачу, которую задается писатель и который в исключительных только случаях может писать на психопатологические темы, как на таковые только. Не избег чрезмерной односторонности Плюшкин представитель отживающего натурального хозяйства своего рода художественно-экономической иллюстрации вопрос и восклицательные знаки доктор Юлий Португалов, хотя раньше и предпослал металлологическое вступление. На нем я и остановлюсь как почти на единственном в обозреваемой литературе. Автор Португалов ставит следующие вопросы. Первое. Возможно ли анализировать с точки зрения психиатра художественный образ, созданный писателем? И если возможно, то в каких пределах и при каких условиях вопрос? Другими словами, каковы научные права психопатологического метода в литературной критике? Второе. Задаются ли билетристы гоголевского типа целями изображения физиологического и патологического состояния наблюдаемых индивидуумов? Третье. Каковы вообще задачи психопатологического метода в литературе? Где его начало и где его границы? Отвечая на первый из поставленных им вопросов, доктор Юлий Португалов дает, как мне кажется, ответ и на остальные, хотя и не вполне. Он говорит, есть писатели, задающиеся целью изобразить психофизиологическую сторону человека. Другие же. Создать социальный тип. И психопатологический метод может быть применяем к литературным произведениям такого рода, где явственно заметно в творчестве автора преобладание индивидуально психологической и чаще патологической стороны. Причем социальная обстановка изображаемой личности играет второстепенную роль. И наоборот, произведение с преобладанием общественного элемента, означенный метод, должен применяться осторожнее и считаться здесь методом второстепенным и побочным. Вопросы, поставленные доктором Португаловым, заслуживают большого внимания и имеют большое значение ввиду намеченной мной задачи. Но ответ им дан и, к сожалению, страдает некоторой неполнотой и узостью. А тут и не может быть полноты и широты. Прежде всего, доктор Португалов задает вопрос о научных правах психопатологического метода в литературной критике и в литературе, отвечая только на первую его половину. Ведь разница, конечно, большая в методе литературы и литературной критики. Кроме того, он разделяет писателей только на две категории, изображающие психофизиологическую сторону человека и создающих социальный тип. Я полагаю, что доктору Португалову известны писатели по преимуществу моралисты, которых не подведешь ни по ту, ни по другую его категорию, а которые они охватят собою. Наконец, есть много писателей, которые задаются исключительно эстетическими целями и произведения, которых подлежат учету по психологическому методу. Хотя бы несколько, насколько данное произведение является продуктом нормального или болезненного творчества. Сузил такую задачу психопатологического метода в литературной критике доктор Португалов, ограничив его только разбором произведений с тем или другим преобладанием индивидуально психопатологической стороны, не коснувшей его приложимости в таких вопросах, как отношение творчества к личности больного писателя, как отношение тех же произведений к общественно-психотологическим течениям и так далее. Я считал нужным, ввиду своей цели, сделать это необходимое дополнение к интересному методологическому вступлению, сделанному доктором Ю Португаловым. В своей второй полемической статье доктор Я.Ф. Каплан, между прочим, разбирает, как психиатр Афанасия Ивановича, считая его совершенно слабоумным стариком, и тоже, как и раньше, не останавливаясь на главной задачи, которую хотел разрешить Гоголь в лице Афанасия Ивановича, и потому, конечно, дает одностороннее освещение. Вот меня интересует вопрос, как доктор Шайкевич может знать, откуда, о главной задаче, которую хотел разрешить Гоголь? Вот какую задачу хотел разрешить Гоголь в лице образа, в образе Афанасия Ивановича? Ну, вот понимаете, вот такой вот волюнтаризм, произвол. В 1901 году в заседании общества нормальной и патологической психологии в Санкт-Петербурге я сделал попытку указать психопатологические черты героя Максима Горького. Кстати, вторую часть этой работы я зачитал, это, скажем так, в начале моей, скажем так, деятельности, как ведущий этого канала, 2020 год. В закладе своем я постарался выяснить основную мысль, которой задавался писатель, изображая какой-либо тип, и тогда только подчеркнуть психопатологические черты, если они вольно или невольно сказались в душе действующего лица. Мне казалось правильным видеть в героях Горького продукт сложных общественно-психологических условий, встречаемые же у них те или другие болезненные черты, по-моему, вторичного происхождения. Там же я отметил, что Максим Горький не дал психиатрической науке ничего, чего бы она не знала до него. А может быть, Максим Горький не преследовал такой цели – дать психиатрической науке нечто новое? Но он подчеркнул ту важную истину, что болезнь вообще, и в частности душевно и тесно вплетается во все отношения личные, семейные и общественные. Совершенно верно. Поэтому игнорировать ее не может ни один настоящий художник, а в особенности такой, как Горький, для которого общественные условия имеют такое огромное значение. Рисуя своих героев, рожденный в особенной нравственно-социальной атмосфере, Горький невольно наделил некоторых из них болезненным складом, который также неизбежен при некоторых условиях, как неизбежно следствие после причины. Занятые вопросом психологии преступника, как областью близко соприкасающейся с их специальностью, психиатры, естественно, не могли не обратить внимания на художественную литературу, поскольку в ней отражается интересующая их сторона жизни. Так, профессор Чиш в своем разборе сочинений Достоевского пишет. Цитата. Достоевский при наблюдении обитателей мертвого дома пришел к заключению, что некоторые преступники лишены нравственного чувства. По крайней мере, так можно понять то место, где он сравнивает двух преступников, а и отцы-убийцу. Первый представляется типом окончательно развратившегося, оподлившегося человека. Второй же казался еще ужаснее. У этих же людей, по уверению профессора Чижа, Достоевский отметил полное отсутствие чувства раскаяния. Сказанного о мертвом доме как будто мало. Как иллюстрация преступного эффекта доктор Я. А. Боткин, преступный эффект как условие не вменяемости. Москва, 1893 год. Взял душевное состояние Отелла и Познышева. «Я обращаюсь к Шеспиру и графу Льву Николаевичу Толстому, пишет автор, потому что, во-первых, они одинаково велики, как художники, во-вторых, потому что оба не повреждены медицинскими теориями». Разобрав душевное состояние Отелла и Познышева, до, во время и после совершения преступления, доктор Я. А. Боткин считает его характерным для преступного эффекта. Последний же составляет такое сильное психическое вопрос чувства, которое, прерывая обычное течение представлений, превращает его в непроизвольное течение однородных представлений с характером насильственности, Гармонирующих с господствующим чувством, вследствие чего уничтожается как свобода выбора, так и всякое произвольное умственное деятельность. Неизбежно роковым образом, выражаясь внешними бурными движениями, преступный эффект сопровождается временным, большим или меньшим истощением психических и физических сил. Вот такое описание аффективного состояния. Нельзя сказать, чтобы сделанная автором характеристика была присуща исключительно преступному аффекту, как таковому, и как-либо существенно отличала его вообще от аффекта, подготовленного в жизни человека какими-либо обстоятельствами, так или иначе превратившими обычные представления в навязчивые. Ведь результатом такого аффекта может быть деяние и непредусмотренное уложением о наказании, например, поступки, совершенные в аффекте под влиянием импульсивных влечений, в навязчивой натуре которых не приходится сомневаться. Но имея в виду методологический характер своей работы, я укажу, что дает лекция доктора Боткина в этом отношении. Прежде всего автор нашел факт преступления, совершенный от тела и позднейшимым, настолько верным к действительности, настолько типично возможным, что иллюстрировал и мучения о преступном аффекте. Конечно, ввиду той специальной цели, которую преследовал доктор Боткин, трудно предъявлять к нему другие критико-психиатрические пожелания. Нужно только отметить, что судебная психопатология навлекла или извлекла существенную пользу, обогатившись двумя прекрасно описанными и разобранными преступлениями, совершенными в аффекте. А литературная критика приобрела еще и специально научное подтверждение. Интересно, книжка профессора Петра Ивановича Ковалевского «Психология преступника». Ковалевский «Психология преступника» в русской литературе о каторге. Издана в 1900 году. Сейчас никто и не пишет таких работ. После краткого истерического вступления о современном положении криминальной антропологии и криминальной психологии автор переходит к рассмотрению душевного состояния преступника на основании следующих произведений. Достоевского «Записки из мертвого дома», «Мельщина» в мире отверженных. Кенана, Сибирь, С.В. Максимова, Сибирь и Каторга, Ядринцева, русская община в тюрьме и ссылке, Чехова, остров Сахалин и И.В. Ефимова из жизни Каторжны, Ильинского и Александровского, «Тогда казенных винокуренных заводов 1848-1853 год». Особенно широко цитируются записки из «Мертвого дома» и «В мире отверженных». Это «Мельщина», автор «Мельщин», «В мире отверженных». Работа профессора Ковалевского встретила резкую критику со стороны наиболее цитируемого им автора, а именно Эль Мельщина. Работа «Мельщина» Эль Мельщин «Русская каторга перед судом кафедральной науки». Напечатана в «Русском богатстве» 1900 год, июльский выпуск. Прежде всего, «Мельщин» восстает против того, несомненно, трудно объяснимого утверждения, что почти все герои Достоевского и Мельщина являются врожденными преступниками. Ковалевский утверждает, что все герои Достоевского и Мельщина являются врожденными преступниками. Это влияние Ламбразо. По его мнению, большинство обитателей мертвого дома попало туда за нарушение бесчеловечных законов, рабовладельчества и 25-летней солдатчины. Но никогда я не утверждал, пишет Мельщин, и не соглашусь утверждать, что современная русская каторга, хотя в главных своих частях и представляющая нравственные подонки народного моря, есть не что иное, как отбросы, сделанные самой природой. То есть Мельщин отрицает это. По моему глубокому убеждению, не столько природа создает преступников, но это не психиатр, а это автор, сколько сами современные общества, условия наши, социальных, политических, экономических, религиозных и кастовых отношений, а также это огромной важность и факторы, восклицательный знак, несовершенное состояние наших нравственных понятий. Я намеренно сказал, не столько, чтобы оставить все-таки кое-что и на долю природы. То есть генов, да? По поводу отсутствия раскаяния автор задает вполне правильный вопрос, перед кем же им было каяться? Вопрос. Это особенность господина Ковалевского, его смелое распределение преступников пополам, возрастам и национальностям, без малейшего указания на источники такой любопытной статистики. Оказывается, что в русском народонаселении преобладает преступление против собственности и в несравненномешенной степени против личности. Это в русском народонаселении. Это опять Ковалевский пишет. Чувствуется в этом племени присутствие хищнической наклонности, хотя бы в более широких вопросах. И утонченных вопросах. Это Ковалевский пишет, значит, чувствуется в этом племени у евреев присутствие хищнической наклонности, хотя бы в более широких вопросах. Это сам, кто это, Мельщин ставит? Да, Мельщин. И уточненных вопрос размера. Последняя фраза остается для меня загадкой. На татар падают по преимуществу преступления самые тяжкие. Если татарин, мошенник, то убийство их отличается большой жестокостью, разбой большой ловкостью и отчаянностью, грабежи крайней дерзостью. Это опять утверждение Ковалевского. Склоны к воровству русские и евреи, но евреи, прежде всего, сильнее всего, значит, проявляющие наклонность к воровству. Но русские-то свои, православные, а Ковалевская, это не Христи. Чувствуется в этом племени присутствие хищнической наклонности, хотя бы в более широких и утонченных размерах. Вы знаете, идет этнопсихиатрия, этно по этническому признаку. Последняя фраза остается для меня загадкой. На татар падают по преимуществу преступления самые тяжкие. Если татарин, мошенник, то убийство их отличается большой жестокостью, разбой большой ловкостью и отчаянностью, грабежи крайней дерзостью. Нельзя ли отсюда, господин профессор, умозаключить, что татары по преимуществу прирожденные преступники? Чуваши, ватяки, мордва, черемисы, по Ковалевскому, фанатики по темпераменту завиняются за развратное поведение. Фанатики по темпераменту завиняются за развратное поведение. Что имеет в виду Ковалевский под развратным поведением, непонятно. Финны, тоже фанатики под вопросом, отличаются слабой наклонностью к преступлениям. По Ковалевскому. Представляю читателю, самому судить, заключает Мельщин о степени легковесности этих обобщений. Ну вот видите, через Мельщина, через его возражения на работу профессора Ковалевского, мы хоть узнаем, как профессор Ковалевский по этническим признакам, да, классифицировал, значит, русских, евреев, татар, чувашей, ватяков, мордву, черемисов, ну и финнов. Вот так вот. Трудно не согласиться со всем только что высказанным утверждение профессора Ковалевского, что большинство каторжан, как они и представлены в указанной им литературе, врожденные преступники, вызывает невольное недоумение. Это уже Шайкевич. Трудно же в самом деле допустить, что профессор Ковалевский мог вывести такое заключение из произведений авторов, известных своими прямо противоположными взглядами на личность преступника. Очевидно, в этом кроется какое-то недоразумение. Тем не менее, профессору Ковалевскому... Тут же я должен выразить благодарность профессору П.И. Ковалевскому за его любезное письменное сообщение. Тем не менее, профессору Ковалевскому принадлежит несомненная заслуга в том, что он обратил внимание психиатров на богатый источник, из которого они могут почерпнуть немало данных, касающихся психологии преступника. Несмотря на то, что Мельщин считает свои и Достоевского наблюдения субъективными и сомневается, чтобы ученый мог делать какие-либо положительные выводы из этого субъективного материала. Тем не менее, мне кажется, это Шейкевич, что психиатр, приняв соображение, всю субъективность художественного наблюдения и творчества, будет прав, если воспользуется художественной литературой как с ценным подспорьем. Вот прав, ключевое слово – подспорьем. Не основание, а подспорье, дополнение. Если произведения эти истина художественны, то есть изображают нам настоящую жизненную правду, то они не могут не служить материалам для научных расследований и обобщений. В противном случае они теряют не только научный, но и свой жизненный и поучительный смысл. Значит, еще раз, если произведения эти истина художественны, то есть изображают нам настоящую, не фейковую жизненную правду, то они не могут не служить материалам для научных расследований и обобщений. А если это придумка, фантазия, далекая от реальности, они теряют не только научный, но и свой жизненный и поучительный смысл. Совершенно верно, возражений нет. Нельзя не согласиться с профессором Ковалевским, что художники, которые волей и судеб принуждены были жить в арестантской среде, могли лучше наблюдать, чем ученые, которые по понятным причинам не могли видеть арестантов в их естественной обстановке. Ту же задачу, что и профессор Ковалевский поставил в себя А.Л. Щеглов, поместив интересную статью в юбилейном сборнике, посвященном Владимиру Михайловичу Бехтереву. Ссылка А.Л. Щеглов. «Психология преступника по наблюдениям русских писателей». Юбилейный сборник, посвященный Владимиру Михайловичу Бехтереву. 1903 год, тонн второй. Статья доктора Щеглова, ценная по своему направлению, в глубине психологического разбора и особому умению подбирать надлежащие цитаты, интересна еще в том отношении, что автор в ней приходит к выводам, ничего общего не имеющим с теми, которым пришел профессор Ковалевский. Изучая тех же писателей, что и Ковалевский, доктор Щеглов, и не упоминает даже о том, что обитателей каторги можно счесть за врожденных преступников. Все его ценное исследование прежде всего направлено к выяснению того, что условия тюремной и каторжной жизни сильно мешают пониманию и уразумению душевного склада человека, совершившего преступление, значительно видоизменяя его в дурную сторону. Приняв в соображение это важное обстоятельство, доктор Щеглов делает такое заключение, цитата, таким образом легкомыслие, мечтательность и неизбежно связанное с этим неспособность к стойкой и упорной борьбе за приспособление к условиям общественной жизни, слабость воли и легкое податливое внушение. Вот, по нашему мнению, самое большое и ценное из всего того, что мы находим у разобранных нами писателей относительно особенностей душевного строя преступников. Ну, скажем так, здесь отсутствует, скажем так, определение, да, врожденные преступники, но все-таки подтверждается или проводится мысль, что вот на основании анализа этих героев, значит, Достоевского и Мельщина все-таки это люди с отклонениями в душевной сфере, неспособные к стойкой и упорной борьбе за приспособление к условиям общественной жизни, слабостью, обладающей слабой волей и легкой податливостью, внушению. Вот, по нашему мнению, самые большие цены и всего того, что мы находим у разобранных нами писателей относительно особенностей душевного строя преступников. Ну, отличие какое? Что профессор Ковалевский говорил, что это врожденные преступники, то есть он сторонник, да, Ламбразо, ну, а доктор Щеглов говорит, что это все ерунда, это особенности личности, отклонения, девиации, вот они, вот и все, понимаете, тут отличие только в одном, и Ковалевский считает, что это больные, и, скажем, Щеглов считает, что это патологические личности, Ковалевский считает, что это врожденные преступники, ну, а Щеглов говорит, что это вот преступники в связи вот со своими дефектами или дефицитами. Так. Указанные особенности являются главным отличительным признаком душевной динамики преступников, определяющей их поведение и отношение к окружающей их действительности, неизбежность постоянных конфликтов, спасление и разочарование, постоянные переходы от мира вымыслов в мир в суровой и жесткой действительности, постоянная, следовательно, смена настроения при почти непрекращающихся ударах судьбы. Все это порождает в дальнейшем то узлобление, тот угрюмый, мрачный, нездоровый какой-то вид преступников, о которых почти единогласно говорят все исследователи, и то все больше и больше притупление нравственных чувствований, которые в конце концов заставляют говорить о нравственном слабоумии. Конец цитаты из работы доктора Щеглова. Ну, в общем-то, можно принять, можно принять. Не буду, скажем так, вмешиваться в понятие овроженые или не овроженые, понимаете, слишком мало знаю, не имею своего мнения, значит, на этот счет. Трудно не согласиться с уважаемым автором, во всем им высказанном, но нельзя не пожалеть, что он не остановился на более подробном психиатрическом анализе душевного склада некоторых лиц, встречающихся у Достоевского, Мельщина и Дорошевича, ненормальность которых склонны были подозревать сами писатели. Нельзя же на самом деле отрицать тот факт, что преступная среда может дать немало поучительного для психиатра. Разбор же автора вышел по преимуществу психологически, повторяю, весьма ценный и интересный. Ввиду того, что психиатры сравнительно мало изучали психологию преступника по литературным данным, трудно сделать особенные выводы в их работе. Но, приняя во внимание всю важность общественных условий, преступности и неодинаковой жизненной обстановке арестантов и других групп населения, можно было бы сделать ценные выводы относительно нравственной сферы преступников и, в частности, относительно учения о нравственном выражении, скажем так, мораль и инсценити, и, в частности, относительно учения о нравственном выражении, которое все же нужно думать, несмотря на все условия, Вероятно, чаще встречается среди этих людей, то есть преступников, чем в других общественных группах. После изложения работ психиатров, разбиравших литературные произведения со своей специальной точки зрения, можно попытаться вывести необходимые заключения, касающиеся психопатологического метода. Как было указано, психиатры-критики большей частью понимали свою задачу в том, чтобы отметить болезненные черты в душевном складе действующих лиц и таким образом найти или иллюстрацию к отмеченному наукой, или указать, что вот такой-то писатель предвосхитил научное наблюдение или же дал художнику своего рода свидетельство верности изображаемого. Я думаю, всякий должен согласиться, что если бы только в этом состояла задача литературно-психиатрической критики, то вряд ли она могла бы привлечь к себе психиатра, любящего свою науку не только за ее повседневно-практическое применение. Нет, психиатрия должна цениться как самим психиатром, так и обществом, еще и за то, что при ее помощи решаются важные общие вопросы психологии, нравственности и общественной жизни. Нужно помнить, что разбирая литературное произведение, психиатр не выступает в роли ни врача-диагноста в больнице, ни эксперта в суде, а является в качестве психиатра литературного критика. Ну, трудно как-то согласиться, все-таки я склонен больше, что все-таки разбирая литературные произведения, психиатр выступает в роли все-таки врача-диагноста, только не в больнице, а именно диагноста не в больничных условиях, а в разбираемом произведении. Это мое мнение. И потому, прежде всего, необходимо считаться со всеми внешними и внутренними условиями художественного творчества, со всей обстановкой, содержанием, формой и временем появления самого произведения. Согласен. Это задача психиатра. А все-таки художественная критика литературного. Если при этом рассмотрении будет обнаружено, что какое-либо из действующих лиц наделено болезненными чертами или выведено то или другое положение на основании болезненных качеств, кого-либо из них, тогда необходимо проверить этот патологический элемент в условиях художественно возможного и показать возможность и законность его логической и действительной необходимости и связи с общим планом и идеей самого произведения. Ну, я думаю, что, понимаете, придавать какое-то большое значение анализу литературных героев – все-таки это художественный образ. Понимаете? Это статика. Все-таки это статика. А нам нужна динамика. Статика, вот она зафиксировала тот образ, который описан теми и иным авторам. Там, с каким-то значительным или малым, незначительным количеством данного, скажем так, описания поведения. Но это все-таки статика. Это не динамика. Потому что иногда в клинике постановка диагноза, значит, либо подтверждается дальнейшим ходом и развитием заболевания, либо наоборот. Диагноз меняется, исключается. А при анализе художественных этих вот образов, это исключается. Поэтому придавать такое большое значение, ну, это просто интересно, и все. Но далеко от науки. Конечно, в тех произведениях, где патологический элемент не является существенным, из которого выводится основная идея, психопатологический метод должен применяться с особой осторожностью и играть роль второстепенного или подсобного. Иное дело в таких сочинениях, как Достоевского, Мапассана, Эдгара Поя, где жизненная и художественная правда их не может быть установлена без литературно-психиатрического разбора. Вот мне и непонятно, как может психиатр литературный обзор или разбор делать. Но как я могу сделать литературный разбор? Не представляю. Психиатрический, да, при наличии материала. Вот я благодарен Чижу по поводу Гоголя, он дал такие обильные, обширные материалы, фактически. Поэтому там я и мог сделать свое правильное, неправильное, ошибочное, не ошибочное заключение. Я считаю, что в общем-то правильно, потому что имею право, я привел аргументы. Но только всегда нужно помнить, что один психиатрический разбор будет так же неполон, как и один литературный. Ну не может, понимаете, не может врач-психиатр дать литературный разбор. А, скажем, художественный критик, да, дать психиатрический разбор. Ну не может быть. Поэтому нечего, скажем, смешивать эти понятия. После всего сказанного мне кажется возможным сделать следующие выводы. Психопатологическим методом в литературной критике является метод, при помощи которого разбираются болезненные стороны, как личности писателя. Добавляю, при наличии богатого биографического материала или данных, так и действующих лиц произведений. Тут уже шаткая, очень шаткая, очень шаткая основа. С целью более полного понимания как самих произведений, так и психологического процесса творчества. Так же рассматриваются ненормальные стороны какого-либо литературно-художественного направления. Второе. При рассмотрении психологического процесса творчества необходимо изучать факты из жизни писателя. Правильно. Чем больше фактов из жизни писателя, тем лучше. И его произведения на втором месте. На втором месте. Все-таки первое степенное значение. Я вот, скажем, лично придаю, конечно, фактов из жизни писателя. Уже на втором месте и относительно, поскольку это все-таки косменно, может, с помощью, скажем, анализа психиатрического или психопатологического, значит, анализа героя произведения, можно перенести их на самого автора. Но все-таки, все-таки, основное это анамнез или биография. Поскольку в них может отразиться в произведениях патологическая личность писателя, поскольку они могут знакомить с самым процессом творчества. Творчество, процесс убирают. Значит, на первом месте это факты из жизни писателя, на втором месте это, значит, факты, скажем так, или анализ, анализ героев произведения. Значит, вот такая совокупность фактов из жизни писателя и факты, скажем, анализ психиатрических героев этого писателя, да, произведения этого может дать более-менее общую такую оценку. Но все-таки объективно и более верно это факты из жизни писателя. Третье. При рассмотрении творческого акта прежде всего надлежит обратить внимание на так называемые субъективные и объективные его элементы в отношении к обыденной личности художника. Отсюда следует, как частный вопрос, отношение болезненных черт характера художника к процессу его творчества. Ну, тут уже тоже почва довольно такая зыбкая, да, но все-таки в характеристике какого-либо литературного, это четвертое, художественного направления необходимо прежде всего обратить внимание на общественно-психологическое его происхождение. При нем, если будут замечены какие-либо болезненные черты, то их следует объяснить, исходя из общественно-психиатрического разбора. Все-таки я бы убрал бы общественно, оставил бы все-таки второе, психиатрическое. Пятое. Одно только указание на болезненный склад личности художника может иметь исключительный интерес. Сто процентов. Шестое. При разборе литературных произведений с большим или меньшим преобладанием патологического элемента в их содержании необходимо после надлежащей в границах художественной условности проверки такового показать его связь с основной мыслью рассказа или вообще той целью, которую преследовал художник. Седьмое. Психопатологический метод полезен для психиатрии, помогая ей лучше ознакомиться с психологией высших дегенерантов. То есть художников – это высшие дегенеранты, писатели, поэты, композиторы с некоторыми болезненными состояниями благодаря автобиографическим и объективным наблюдениям и описаниям художников. А также он, несомненно, дает возможность выяснить отношения душевной болезни, как душевная болезнь влияет на акт творчества. Согласен. Согласен. Ну, перепевы идут. Слишком много выводов. Восьмое. Научно-художественная критика не может обойтись без его помощи, то есть психопатологического метода при рассмотрении произведений, в которых конвой для развития той или другой идеи служит болезненной стороной жизни. Согласен. Так. С выводами закончили. Я отлично сознаю это шайке и всю недостаточность моей попытки разобраться в сложном, трудном и неразработанном вопросе о психопатологическом методе в литературной критике. Ну, я бы не говорил бы в литературной критике, а в, скажем так, патографии или постановке патографического диагноза автора и уже менее точно и четко описанных им героев или их болезненных проявлений. Все-таки, все-таки, да, но для оценки самого автора, его душевного склада, его душевного здоровья или нездоровья, все-таки представляет обилие, обилие фактического материала. Вот в этом отношении профессор Чиж в работе болезни Николая Васильевича Гоголя, я уже повторяюсь, дал действительно довольно мощный биографический материал, на основании которого можно уже ставить какие-то диагнозы. А тот же профессор Чиж, да, по-моему, Чиж, который, значит, дал слишком мало в описании Пушкина или Пушкин как, скажем, пример психического здоровья, там уже профессор Чиж, конечно, не блещет богатством. Все-таки, все-таки говорить о том, что Пушкин это был, скажем, образец психического здоровья, вот, я сомневаюсь. Хочу еще повторить, что все-таки большинство авторов, ну, скажем, вот Гоголь, да, так и Пушкин, так, наверное, и Лермонт, а все-таки, если говорить о психическом нездоровье, то, скорее всего, личностное расстройство. Там не идет о эндогенных, тяжелых эндогенных расстройствах. Вот Гаршин, да, в рубль, да, не знаю, Мапасан, не знаю, понимаете? То есть, все-таки идут о поведенческих, личностных расстройствах. Но если мне удалось хоть наметить некоторые, по-моему, основные задачи, то и этим можно отчасти удовольствоваться. Главное же, на что я желал бы обратить внимание, это, что наша наука психиатрии является не только обыденно необходимой, но и что она находится в тесной связи и может оказать, повторяю, существенные услуги при разрешении сложных и важных общих вопросов психологии, нравственности и общественной жизни. Ну, сейчас никто этого не ставит, этого такой задачи, понимаете? Вот, и все-таки врач-психиатр, вот, у него одна задача, это все-таки диагностика, диагностика. Ну, а из диагностики, естественно, вытекает уже и лечение. Поэтому и литературная диагностика, и фотографическая, это все-таки диагностика. И она следует тем же принципам и тем же механизмам, что и клиническая диагностика у постели больного. Вот так, вот это мое мнение. Только тогда и может почувствовать себя счастливым профессиональный работник, то есть психиатр, если он будет ясно видеть тесную и необходимую связь своей профессии с общим важным делом нравственного совершенствования и общественного благополучия. Ну, вы знаете, хватанул М. Шайкевич. Ну, как психиатр может способствовать нравственному совершенству и общественному благополучию? В начале двадцатого века, в конце девятнадцатого, да, полагали, я вам скажу больше, Троцкий, который приветствовал психоанализм, поощрял его в период еще нахожения у власти. Он пытался или планировал, или думал, мечтал о том, чтобы с помощью психоанализа улучшить нравственность и совершенствование общественного благополучия. Ну, чем это закончилось, мы видим. Ну, вот так вот. М. О. Шайкевич. На этом я завершаю чтение этой работы. Интересная, фотографическая. Видите, идет серия фотографий. Кстати, там у меня есть, скажем, кто интересуется фотографией, у меня есть плейлист. Так и называется, фотографии. И там все, что я зачитал касательно этого направления психиатрии, вы можете ознакомиться. На этом я, доктор Джордж Горбатов, завершаю чтение этого материала. Хочу сказать, у нас дикая жара, уже пятый день. Мы живем на последнем этаже, на дахе, дах, дах, немецкое слово, украинское слово, дах. На горыще, горыще это. Вот там вот, даже не знаю, как по-русски это сказать. Там, конечно, страшная вещь. И вот это все тепло, которое наверху, в этом пространстве, да, под крышей и между потолком, наверху. Вот эта вся теплота, она идет сюда. А тут еще, кроме того, дополнительный и закон, у нас южное направление. Вот, и так далее. Поэтому ужасно. Пять дней вот Наталья Константиновна лежит. Лежит. Мне еще и работать надо. Поэтому, конечно, это вот тяжелее. Особенно, если еще наушники одеть, то вообще катастрофа. Ну, вот так. Слушайте, интересные вещи. Спасибо и до свидания. До следующих встреч. До новых встреч.